Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 24 года, дочке 4 года с мужем в разводе, дочь навещает редко. Сейчас у меня никого нет, воспитываю одна. Иногда помогают мама и бабушка, в последнее время дочка очень сильно вредничает. Понимаю, что есть дети в пешине с моей стороны. Очень часто стал я думать, как бы дочь в будущем не попала в плохую компанию или не забеременела. Рано. Столько происходит плохого в мире, я очень боюсь за будущие своей дочери. Как бороться с плохими мыслями и как воспитать достойную девочку. Если честно, прочитав ваш текст, я даже не сразу нашёлся, что вам ответить. Потому что лично мне видится главной проблемой, помимо того, что озвучил мой коллега Кудрячёв Игорь Леонидович, мне видится главной проблемой то, что вы пытаетесь воспитать достойную девочку. Ну, вообще-то, ребёнок – это человек. И, наверное, для человека, ну, такого понятия, как достойный, недостойный – нет. Ребёнок не попадёт в плохую компанию, если она ему не будет интересна. Ребёнок не попадёт в плохую компанию, если ей будет, чем, например, заниматься, да, если ей будет, чем, например, увлекаться, если ей будет просто интересно жить. Ну, не попадёт она в плохую компанию. В случае же, ну, в случае же истории о том, что ей будет неинтересно заниматься чем-то, да, она попадёт, на самом деле, в неинтересную, в плохую, как вы говорите, компанию. Так это будет связано исключительно с тем, как она живёт. А то, как она живёт, зависит от вас. То, как она живёт, зависит от вас. Вы, насколько вы счастливы. Вы говорите, у вас никого нет. А, с чем это связано, что у вас никого нет? А, делаете ли вы что-то, чтобы у вас никого нет? Чтобы у вас кто-то был? И так далее. Далее. А, дочь вредничает. Пишите, ну, пишите вы. Что же. Это более чем, ну, понятно. Вот. А, но. Ситуация везде заключается в том, что дочь нервничает. У вас, как вы говорите, плохие мысли. И это про что? Это про дух, что имеет место быть. Агрессия. Эээ, скрытая агрессия. Агрессия, я бы сказал, подавленная. Да? Вот. И, соответственно, если агрессия, скрытая, если агрессия, эээ, ну, подавленная, то она проявляется вот в таких моментах. Поэтому лично я думаю, вот, что вы эээ, подавляете в себе не то эээ, недовольство, не то злость, не то эээ, что-то еще. И, в первую очередь, это отражается на вашей дочери, это в первую очередь. А, во вторую очередь, это отражается на вас самой. Понятно, что сначала, сначала это отражается на вас, если вас влияет с плохим мыслям, а потом это отражается на дочери. Вот. Поэтому, конечно, дело здесь не в том, чтобы воспитать кого-то достойного, то есть, стиснуть в рамки, а дело в том, чтобы предоставить человеку выбор. И вот здесь очень интересный момент, что вы, что вы-то, эээ, как бы, получается, эээ, себе выбор не даёте, получается, что вы, эээ, себе, эээ, себе запрещаете выбор. Вы себя, получается, привязываете к определённому образу жизни. Ну, то есть, например, сейчас вы, эээ, на мой взгляд, сводите свою ценность исключительно к, эээ, родительскому поведению. Хотя, на 24 года, вы молоды, вы, эээ, перспективны, у вас много, вероятно, амбиций, у вас много ресурсов, и так далее. Да? Кстати, а чем было обусловлено тем, что вы, эээ, решили, эээ, стать родителем в 20 лет? Именно решили. Я, не считаю, что дети бывают случайными. Вот. Извините. Я не считал так. То есть, если вы, скажете, что, так получилось, или что-то в этом роде, ну, я на это могу сказать так, что это воспринимается как оправдание. Понимаете, да? Вот. Это вот, ну, на мой взгляд, это, эээ, это оправдание. И в этом оправдании, как мне видится, ну, абсолютно нет ничего такого. А, ну, условно говоря, хорошего, да, ничего нет позитивного, кроме, эээ, какого-то, какого-то вот обмана, что ли? Или самообмана. Вот. Поэтому тут очень важно этот, этот, эээ, аспект увидеть. я надеюсь, что вы его увидите. Так вот, вы сводите свою ценность к родительской, значит, модели поведения. Вот. по сути, к минимуму, получается, и само собой у вас возникает чувство злости. Вот, чувство злости, чувство, ну, недовольства, какого-то, да, и так далее. То есть, все это само собой, разумеется, все это естественно. Все это нормально. И это необходимо раскрывать. Расчерять. Возможности для своего, своего собственного выбора. Элементарно. Элементарно. Учиться жить. Вот. Понимаете, да? Вот. Это то, что я хотел бы вам сказать сейчас. Ну, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Я думаю, я думаю, что ваша ваше желание такое воспитать, как вы говорите, достойную девочку связано с тем, что вы сами хотите быть достойной. вас как-то вот саму волнуешь этот вопрос. И соответственно, необходимо работать именно с этим. То есть решить вопрос своего ощущения. Вот. Ну, своих ощущений. Своих чувств, да, своих эмоций и так далее. И уже потом заниматься корректировкой, что ли, вашего ребенка, который, конечно же, является вашим отражением. Ну, в смысле, вот, отражением того, чего вы сами, да, ну, хотите, хотите, вот, как вы сами себя воспринимаете и так далее. Понимаете? Какая штука. Таким образом, на мой взгляд, работать нужно именно с этим. если вы, конечно же, этого хотите. Ну, да, другой вопрос, если, если вам это не интересно. Это другой же вопрос. на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Надеюсь, мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. отлично. Спасибо. 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 Продолжение следует...